Как вы, наверное, уже знаете, меня зовут Саша Филоненко, я работаю в Cognance. И я сегодня хочу вам рассказать о тестировании мобильных приложений на основе фреймворка Колобаш. Значит, тут два слова о том, чем мы будем заниматься в ближайшие 40 минут. Этот доклад — это не реклама Колобаш, не рассказ, почему он лучше всех. Это чуть-чуть рассказ о автоматизации мобильных приложений в принципе. Потом небольшой экскурс в существующие фреймворки. Собственно, причины, почему конкретно наш проект выбрал в свое время именно Колобаш. И дальше, как мы с этим жили и как вам с этим жить, если вы тоже для какого-то своего проекта выберете Колобаш для автоматизации. Собственно, главная проблема мобильного тестирования — это разнообразие. У нас множество платформ, у нас множество реальных устройств, у нас множество, собственно, версий операционных систем. И за счет этого возникают характерные проблемы, которые могут замедлить, осложнить тестирование. Это, собственно, очень длинные те же регрессии. В принципе, длинное тестирование, потому что функционал надо проверить на многих-многих-многих платформах. Это неполное покрытие, собственно, этих самых устройств, операционных систем. Это часто довольно позднее обнаружение ошибок, связанных именно с платформой. То есть, когда мы какую-то платформу начали тестировать позже и обнаружили проблему там. И вот конкретно с этими проблемами, собственно, и может нам помочь справиться автоматизация на мобайле. Потому что она позволяет ранее те дни и те же тесты на большом количестве платформ. За счет этого сокращать время регрессии, увеличивать покрытие платформы операционных систем. И сочетание автоматизации с Continuous Integration позволяет нам, естественно, более рано обнаруживать ошибки, связанные с теми же платформами. Какие, собственно, существуют подходы? Наиболее близкие нам автоматизаторам подходы – это, конечно, использование написанных вручную тестов. Сели, закодили, получили результат. Они точно делают то, что мы хотим. Мы точно понимаем, как они работают. Альтернативный подход, который ближе к мануальным тестировщикам – это запись и проигрывание. Собственно, сначала мы совершаем какие-то действия, записываем их. Потом какая-то туза их воспроизводит. И третий вид, скажем, довольно специфичный – это автоматизированное тестирование доступности. Собственно, когда какой-то софт, такой себе краулер, бегает по всем контролсам нашего приложения, проверяет, что оно нажимается, переходит на какие-то другие вьюшки, проверяет, что все вьюшки доступны и так далее. Собственно, вопрос у нас был к конкретному написанию вручную тестов, потому что нам нужно было наиболее полно покрыть регрессионный функционал на различных девайсах. Собственно, в какой ситуации был проект, когда нам понадобилось ввести на нем автоматизацию? Было огромное количество регрессионных тестов. Соответственно, различные комбинации девайсов OS плюс различные комбинации платформ самого кастомера, с которыми нам надо было интегрироваться. Собственно, получалось, что каждый набор регрессионных тестов надо было проранить 3, 5, 7, 12 раз. Вот. И из-за этого регрессия занимала, ну, в среднем порядка двух недель на команду там из четырех-пяти тестировщиков. Вот. Собственно, когда мы решили ввести автоматизацию, первый вопрос. Ты вводишь автоматизацию, какой фреймворк ты выбираешь для автоматизации? Поскольку оба приложения являлись кроссплатформенными, то наиболее логичным решением было бы выбирать точно так же кроссплатформенный фреймворк для тестирования. То есть, как вы видите, вот в этой таблице мы рассматривали два из них. Это Apium и Kalabash. Вот. И, собственно, для нас более или менее важны были такие критерии, как поддержка обоих платформ, работа с WebView, наличие более или менее адекватной утилиты для создания тестов, потому что часто это вызывало определенные затруднения. И более язык, который, собственно, будут знать, как, собственно, человек, автоматизатор, который будет проводить, начинать, так сказать, автоматизацию, так и которые могут довольно быстро освоить мануальные тестировщики для того, чтобы поддерживать это начинание. Вот. Собственно, казалось бы, да, если сравнивать, Apium и Kalabash по функциональности примерно близки. У обоих есть утилиты, которые позволяют нам удобно строить тесты, но при этом там тот же Apium поддерживает множество языков, то есть это Java, Ruby, Python, Sharp, whatever. Вот. И, казалось бы, почему не Apium? Причина проста. У Kalabash низкий порог вхождения, его легко поддерживать и легко, как бы, предоставить кастомеру результат. За счет того, что Kalabash изначально интегрирован с QCumber, мы можем быстро написать какую-то базу фреймворка, потом его будут, опять-таки, дополнять мануальные тестировщики, вот, репорты по этому всему, можно засылать кастомеру, кастомер счастлив, мы тоже доволен. Что вообще такое Kalabash, как он работает? Собственно, он немного, архитектура Kalabash немного различается для iOS и Android приложений. В случае с Android приложением, соответственно, ну, на стороне тестировщика, от билд-сервера, whatever, существуют, как бы, наши фича-файлы, определение шагов и, собственно, библиотека Kalabash, которая работает с приложением. На стороне девайса существуют наши приложения. И второй app – это тестовый сервер, он же Kalabash сервер, который взаимодействует с приложением. Между собой они общаются по JSON over HTTP, соответственно, естественное ограничение, что у нас должно быть доступно общение с девайсом по HTTP. Ну, понятно. И что важно, вот этот вот app, который инструментейшн-тест сервер и ваш app должен быть подписан одним ключом, иначе они просто не смогут общаться. В случае с iOS все немного сложнее и чуть-чуть хуже. Дело в том, что, ну, сторона разработчика, она точно такая же. Фичи, степ-дефинишн, клиент-лайброри. Но на девайсе нам нужно вот этот вот самый Kalabash HTTP сервер включать прямо в наш app. Из-за этого мы не можем сразу деливерить вот тот вот app, который у нас получился на продакшн. У нас существует два различных таргета. Один, собственно, с Kalabash, другой без. То есть это немного разные апы, они билдятся по-разному. Хорошо это или плохо? Скорее плохо, но с этим ничего не поделаешь. Вот, чтобы из-за этого возникали какие-то проблемы, что у нас, к примеру, приложение, ну, был какой-то непротестированный функционал, который существует только в версии с сервером. Нет, такого не было. Структура самого тестового фреймворка. Первые два пункта, фича файла и описание шагов, они обязательны для Kalabash всегда. То есть в любом случае у вас будет фича файла, описание тестовых сценариев в герке нотации, и у вас будет описание шагов, имплементация тех шагов, которые мы используем. Дальше для удобства работы, собственно, автоматизаторов и для удобства создания кроссплатформенных тестов естественно использовать пейдж-обжекты, про которые сегодня уже упоминали. Естественно, они немного отличаются для мобайл-приложений от пейдж-обжектов для веб-приложений. Ну, это понятно. Значит, что такое, собственно, фича файла? Это описание какой-то фичи, нескольких сценариев в герке нотации. Given, when, then. Предусловие, условие, ожидаемый результат. Вот. Что тут еще более-менее важно из этого примера? То, что мы отдельные сценарии можем маркировать так или иначе. То есть это, например, выдержка у нас там сценарий нулевого приоритета, который будет раниться в первую очередь. Вот. И далее описание вот этих самых шагов. Вот. Когда, собственно, наши шаги реализовываются, используя методы, описанные далее в наших пейдж-обжектах. Дальше тут маленькое лирическое отступление перед тем, как давать информацию, собственно, о пейдж-обжектах. Дело в том, что пейдж-обжекты по факту во многом зависят от локаторов. Вот. И для того, чтобы получать эти самые локаторы, нам нужна какая-нибудь туза, которая позволяет, ну, по сути, хотя бы в реалтайме обрабатывать наше приложение, смотреть, что там сейчас есть на экране, что там, в принципе, может быть и так далее. Для этого используется колобаж-консоль. Вот. Собственно, это обычный интерактив Ruby Shell, в котором просто подгружен колобаж. Он позволяет, ну, вот примерно таким образом, как здесь описано, ковырять наше приложение, ну, с вайлд-картами допустимо и так далее. И на выходе получать все объекты, которые присутствуют на экране или даже отсутствуют. Вот в таком виде. Там ID-шки, параметры, там, enabled visible, класс, текст и так далее. Можно вопрос, все поля обязательные или можно поля убрать? Он при этом все равно будет уникальный. С формальной точки зрения, ну, в смысле, вот это то, что нам возвращает, да, колобаж во время query. Ну, то есть часть из полей действительно там может быть nil или еще что-нибудь. и ориентироваться, ну, мы можем, соответственно, буквально там по одному полю, то есть вот пример локатора. Класс ID вполне достаточно. Точно так же там могла стоять звездочка ID, если у нас единственный объект с такой ID-шкой. Вот. Так, собственно, локаторы в page object. Люди, которые знают Ruby, у них часто первый вопрос, который возникает, почему локаторы методы, а не поля? Дело в том, что вот тут есть пример локатора, который будет зависеть от конкретного тайтла. То есть у нас есть, допустим, 100-500 букмарков, и нам нужен какой-то конкретный. Локатор будет формироваться соответствующим образом, соответственно, его выгодно сделать методом. А другие делаются методами для консистентности. Вот. Что еще тут заметно? Ну, что есть все-таки определенная разница между Android и iOS, но она не такая критична. Вот. Другой частью любого page object это локальные методы. То, что происходит в пределах одного экрана. То есть в нашем случае это там начать редактирование какой-то закладки, обновить ее, сохранить. Вот. Опять же, видно, что примерно одно и то же происходит на iOS и на Android, но методы сами по себе немного отличаются по описанию. Вот. И методы перехода, которые связаны с переключением с одного по факту page object на другой, которые проверяют, что мы таки, да, перешли на другую страницу и в зависимости от этого либо переключаются, либо не переключаются на другой page object. Да. Вот. И еще одной важной частью каждого фреймворка являются файлы поддержки. Здесь перечислены те, которые у вас будут существовать во фреймворке независимо от вашего желания. Вот. В случае с Android это App Installation Hooks и App Lifecycle Hooks, которые описывают то, как и когда ваша программа устанавливается, переустанавливается, удаляется ли она после прогона тестов и так далее. И какие-то хуки, которые могут применяться к аппликейшену во время, собственно, тестов. С iOS все еще проще. Launch и Prestop. То есть те хуки, которые используются на запуске тестов, те хуки, которые используются после окончания тестов. Да, мы можем использовать другие Ruby-хуки. То есть это по факту те же фикшуры before, after, after step. Вот. Нужно ли это использовать? Ну, тут я с вами совершенно согласен. Нет. По возможности это лучше не использовать. Оставьте вот те хуки, которые регламентируют установку вашего приложения. То есть нужно ли его переустанавливать между сценариями, нужно ли его переустанавливать между фичами, но что-то дополнительное, ради бога, делайте это в сценариях. Так. Вот. Далее, ну, как вы, наверное, уже поняли, у нас существуют разные наборы файлов для iOS и Android. Вот. И, соответственно, нам нужно что-то, что будет нам говорить, какие конкретно тесты мы раним сейчас. Вот. Соответственно, Cucumber поддерживает профили. Мы можем банальным совершенно образом создать файл в config.cucumber.uml, подключить туда соответствующие папки в профиль и потом просто при запуске регламентировать этот профиль параметром минус p. Вот, кстати, здесь также проиллюстрировано то, что мы можем запускать конкретные маркированные тесты ключом минус 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 текст. Вот. И таким образом ранить только то, что нам нужно в данный момент. Вот. Собственно, ну, тесты написаны. Дальше их надо как-то использовать. Дальше надо, чтобы они приносили какую-то пользу. Вот. И в связи с этим мы запускаем тесты. Для себя нам, в принципе, не важно. Мы можем хоть в реал-тайме в консоли смотреть результаты этих тестов. Для кастомера это может быть важно. Поэтому, собственно, мы используем формат HTML Cucumber Report, вот, которые наглядным образом показывают, что прошло, что не прошло, на каких степах свалилось. И плюс на каждом сваленном степе Kalabash автоматически снимает скриншот с приложения и сохраняет его в том же фолдере, где сохраняет репорт. Вот. Еще, чтобы я лично я рекомендовал делать на андроиде, добавить в самом Kalabash в скриншот Enraise строчечку, которая будет дергать заодно о дебилах кат и сливать кусочек лога с девайса, когда падает наш тест. Это часто помогает решить некоторые проблемы. Вот. Особенно, если вы таки успешно синтегрировались с CIM, у вас ранится за ночь сто пятьсот тестов на двадцати девайсах. Вот. И вам надо понять, что и где упало. Собственно, это наглядный пример, как может быть синтегрирован Kalabash с Jenkins. Достаточно поставить плагин Cucumber в HTML reports и вот таким вот образом в степах билда ранить наши тесты. Соответственно, он будет нам возвращать вот такие вот репорты. Значит, в чем как бы нюанс? Всегда Continuous Integration много девайсов наводит на мысль о распараллеливании. Параллелиться Kalabash из коробки плохо. На андроиде собственно нет проблемы написать скрипт, который будет ранить просто на различных портах наш сервер и запускать на нем тесты, соответственно, по количеству девайсов. Но собирать репорты в таком случае не очень удобно. В случае с iOS проблема еще глубже. Без виртуализации к одному маку можно подключить ровно один девайс. на котором будут раниться тесты. С виртуализацией тоже возникают нюансы. То есть тут лучше параллелить собственно средствами вашей Continuous Integration среды и создавать, скажем, какие-то раннеры, билд-агенты или прибегнуть к альтернативе. Альтернатива в данном случае облако. То есть даже если у вас реально все круто, вам неудобно все время держать, ну или там какое-то время определенное держать большое количество реальных девайсов, подключенных к вашему билд-серверу. И тут вступает различные облака. Их сейчас существует много. Они поддерживают не только Колобаш, но и другие фреймворки. Самый, так сказать, близко родственный к Колобашу это Oxamarin Test Cloud, который собственно поддерживает, был создан и поддерживает разработчиками Колобаша. вот это скрины с TestDroid Клауда. Идея в чем? В Клауде может находиться большое количество девайсов, то есть в случае с TestDroid это до по-моему 250 устройств на Андроиде и порядка 30 различных устройств под iOS. И тесты на них ранятся, ну должны по идее хотя бы раниться одновременно. То есть вы просто загнали тесты и ваше приложение в облако через какое-то время получили результат. Почему должны раниться одновременно и почему они не ранятся? собственно вот 60 тестов на локальной машине на одном устройстве в нашем случае это 90-100 минут. Вот 60 тестов в облаке на 17 устройствах 150-200 минут. Не всегда все устройства доступны иногда какие-то проблемы с самим устройством то есть тест на нем может начаться потом откатиться потому что что-то случилось с устройством переместиться на другое аналогичное устройство соответственно время пролонгируется пропорционально. вот это для каждого устройства или это 17 устройств присылают вот такой генерализированный репорт видите девайс такое то каждое 17 устройство прогонит 30 тестов да отсюда непонятно кажется что 17 устройств работает не 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 с формальной точки зрения получается как на каждом устройстве он может быть он может действительно занимать большое время вот просто за счет того что они все-таки ранятся параллельно и в большом количестве это все-таки дает природство времени но единственное что как бы опять же зависит все зависит от цены на облако если вы там заплатите за какой-нибудь премиум пакет который гарантирует что за вами будут там зафиксированы N девайсов такие-то 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 то у вас таких потерь во времени может и не быть вот а теперь как бы то что ну с моей точки зрения наиболее полезная часть этого доклада вот это те нюансы до которых мы дошли в процессе работы над нашим проектом первое самое важное эмуляторы симуляторы они хороши для написания тестов они могут быть хороши когда вот вы проверяете работает ваш тест или нет в принципе но для реального теста забудьте про них толку с этого никакого вы только потеряете время результат все равно будет не репрезентативен потому что эмулятор затупил тест упал на самом деле все работало наоборот эмулятор что-то намудрил с вейтами что-то появилось намного позже чем должно было вы за счет того что поправили вейты чтобы оно работало на эмуляторе это пропустили опять-таки в случае с ios чуть лучше но ненамного второе не стесняйтесь использовать переменные инстансы для того чтобы передавать данные между степами говорят часто что это плохой том ну типа да это ухудшает читабельность да иногда это нужно вот ну то есть этот пример он более синтетичен потому что реальный пример у нас использование переменной инстанса значительно больше вот но в данном случае нам нужно проверить допустим существование от любого количества табов увеличение их то есть абстрактно говоря мы можем привести это к двум случаям полного контроля первое мы можем подогнать количество табов к единице в начале ну или там к какому-то конкретному и увеличивать их проверять что добавляются дополнительные табы или мы можем сохранить начальное количество табов и проверить что их количество увеличилось вот второй момент кастомизация на уровне роботиума это как вы поняли касается колобаш андроида который собственно по факту является оберткой над роботиумом вот и если так случилось что какой-то метод заимплеменчен в роботиуме но не заимплеменчен соответственно не обернут в колобаше ничто вам не мешает склонить колобаш обернуть этот метод по-своему создать соответствующий экшен с соответствующим ключом и потом использовать его в колобаше при помощи функции метода perform action вот насколько часто это нужно ну сейчас почти все методы роботиума обернуты поэтому это становится менее важным но точно таким же образом можно как-то создавать более кастомные экшены таким образом сокращать длину кода msolo третий момент backdoor методы вещь которой мы не пользовались и я не уверен что ей действительно стоит пользоваться вот но некоторые это практикуют и считают что это хорошо это использование методов напрямую из кода приложения то есть теоретически мы тогда можем быстро создавать какие-нибудь креденшалсы без пробега по всем полям формы и так далее вот просто одним методом в случае опять-таки с ios мы можем эффективно обезопасить себя от использования этих методов впоследствии уже на продакшен потому что мы можем просто установить что оно работает только с нашим колобашевским таргетом и все в случае с андроидом соответственно мы этого обеспечить не можем поэтому такие методы могут некоторым образом нарушить секренность нашего приложения вот и еще пару вещей таких без слайдов от себя колобаш хорош в случае когда вам нужно тестировать одно приложение которое замкнуто само в себе если у вас это приложение это не одно приложение а какой-то комплекс то есть приложение которое ранит другое приложение вот потом приложение которое я не знаю хендлит пароли для вот этого второго приложения вот это может быть проблемным потому что колобаш таки да может работать в случае с андроидом с несколькими пкшками в случае с ios у него в принципе нету такой возможности потому что он интегрируется в проект вот и из этого может возникнуть довольно большое количество нюансов вот второй момент не всегда в андроид приложениях у вас может быть одна стартинг активит по какой-то причине там из вот опять-таки secure purpose или еще какой-нибудь необходимости у вас может быть несколько стартинг активити опять-таки единственное нормальное решение в таком случае залезть в код колобаша переписать operations и жестко зафиксировать там стартинг активити вот это костыль но в конце концов в такой ситуации больше ничего не остается вот ну собственно по информации наверное такой которую я бы точно хотел дать у меня все вопросы именно page object автономно потому что различаются методы в самих приложениях плюс почему нельзя воспользоваться вот аналогичным тому методу о котором говорил Иван то есть не вынести больше логики в степы потому что даже когда у вас одно приложение кроссплатформенное у вас могут быть довольно значительные различия в UI потому что гайдлайны для того же андроида и для iOS различны и соответственно вам нужно логику оставлять в page object и абстрагироваться чтобы у вас в степах использовались только вот генерализированные названия метода ну во-первых не стоит забывать что не все автоматизируемо в принципе то есть есть тесты которые в принципе не могли покрыть которые гораздо больше завязаны на допустим внешние серверные настройки чем на наши внутренние то есть не стоит забывать что половина нашего проекта is all about integration то что мы перевели это порядка 50 процентов основа заняла для одного приложения примерно полтора месяца то есть это написать page object и сценарии для п0 и части p1 остальное ну по мере наличия свободного времени собственно уже развелось я видела используемый в другом проекте подход когда у нас все локаторы хранились в специальных конфиграционных файлах и был написан маппер который доставал во первых локатор соответствующий данной операционке а в дальнейшем его дополнял если у него были какие-то варьируемые части просто с помощью онлайн сатетишн с этим руби прекрасно но вот насколько я смотрю на этот код я понимаю что что в принципе отличается так это механизм взаимодействия с конкретными элементами страницы что в принципе да у нас разные методы используются для нажатия на кнопку в iOS и Android но в принципе транзишн между страницами они одинаковые на самом деле дело в том что я подобрал по факту удачный пример когда они действительно более или менее одинаковые бывают такие случаи когда может различаться довольно сильно тут просто все зависит от конкретного приложения насколько у вас есть разница в собственной интерфейсе бывает такое что при переносе с одной платформы на другой что-то что абстрактно говоря лежало на поверхности ушло в глубину менюшек в таком случае как бы вам придется все равно немного разделять эти аппликейшены вот но те кейсы которые общие для вас нужно вам нужно будет использовать нереализированные API а реализация будет совсем разная вот но опять же это все очень сильно зависит от проектов в любом случае выбор архитектуры проект dependent еще ну смотрите в случае с колобашем в случае с андроидом он поддерживает все унаследованные вот андроид виджет веб-вью веб-вью и если мне память не изменяет кордова веб-вью вот в случае с ios это стандартные UI веб-вью и WK веб-вью вот если вам нужна поддержка каких-то других видов веб-вью ну там хромиевского например то ну либо вы лезете руками в колобаш либо создаете соответственно support request и возможно они добавят поддержку соответствующей вьюшке будущее поддержка самой веб-вьюшке ну довольно полная собственно в ней точно так же работают css-локаторы xpass-локаторы и селекторы вот и мы можем этим пользоваться так как нам нужно по-моему нет знаете у меня не вставал такой вопрос потому что наш собственно ап не поддерживает винфон еще кто-то еще кто-то последний вопрос такой будущий момент понимаете а вы сказали хромиум веб-вью это в смысле веб-вью в который интегрируем хром-клиент нет это хромиум господи как же что называется jelly bean content view вот если вы допустим форкнули хромиум для мобайла то у вас в качестве веб-вью будет использоваться для последней версии контейнер вот с таким вот названием вот он не поддерживается из коробки отлично закончилось у нас будет все-таки четыре доклада и платен тот яков он готовится скажем всем спасибо аплодисменты спасибо спасибо спасибо